Давайте проверять звук. Здравствуйте! Кто меня хорошо слышит, поставьте какой-нибудь знак. Как быстро написали, да? Привет, Витя! Поставьте, пожалуйста, какой-нибудь знак, кто меня слышит. Руслан, здравствуй! Слышно хорошо. Привет, Олеся! Слышно, всем хорошо слышно. Кому-то плохо слышно, напишите. Еще ничего не началось, а мы уже все друг друга тут в любви признать. Добрый вечер еще раз. Кто новенький у нас? Скажите, кто у нас новенький, кто меня первый раз видит и слышит. Поставьте, может, какую-нибудь другую цифру, один, допустим, поставьте. Антон сказал, да? Вера меня первый раз. Каждый раз как первый раз, да? Боже, это же все свои. Хорошо. В феврале, ну, слушайте, какой-нибудь интересный. Хорошо. У нас будут еще подходить люди. Тут некоторые опаздывают, не могут никак в комнату почему-то. Здравствуй, Лена. Пролезть, они обязательно пролезут, я в это верю. Спасибо жизни за то, что у нас сегодня с вами состоялась такая встреча. И спасибо вам за то, что вы нашли время в выходной день сегодня к нам прийти. Как вы себя чувствуете здесь с нами сейчас? Можете ли вы что-то написать? А, летнее, тут у меня платье такое летнее. Как настроение? А звук есть? Леша говорит, звука нет. Говорят, звука нет. Нет, звук есть. Леша, значит, нельзя слушать сегодняшний Рубинар. Здесь все слышно хорошо, люди кушают. Есть. У нашего помощника нет звука. Может, берушу надо достать. Сейчас он перезайдет. А с каким настроением вы сегодня пришли, ребята? Все, он уже слышит. Вебинар по здоровью, напоминаю. Настроение на двадцатку. Улыбается Карина. Карина, ты первый раз у нас? Карина Рудакова. Просто у меня, похоже, какая-то девочка. Я с ней общалась. Тоже вроде какая-то карина Рудакова. Или, ну, я могла перепутать, конечно. Неземного. Хорошо. Хорошо. Познать, на что указывает болезнь, как ее услышать. Хорошо. Это называется сегодня такое настроение, да? Хорошо. Теперь второй вопрос. Напишите мне, пожалуйста, что вы ждете от сегодняшней встречи. Напишите смело, на самом деле, вот как вы в голове думали, так и напишите. Что вы хотите за эту встречу получить? Ну, если человек идет в магазин за хлебом, он знает, что он хочет купить хлеба, да? Если мы с вами здесь собрались, то я знаю, почему я сюда пришла. А вы знаете, почему вы пришли? Что такое здоровье, как его получить? Оля хочет стать спокойнее. Не стесняйтесь, у нас всегда тепло, по-колхозному, по-человечески идет общение на вебинарах, поэтому пишите, как есть. Справляться со своим телом и мыслями хорошо. Подрасти на 10 сантиметров. В каком месте, Витя? Узнать о том, как можно получить невероятный практический результат по здоровью за 20 минут, сказал Антон. Витя. Так, избавиться. Избавиться хотим болезни. Общение, знание, поддержка. Спасибо. Что остальные молчат? Не хотят здоровья? Кое-что. Руслан пришел нам помогать. Зульфия, дорогая, здравствуй. Без тебя плохо. Нам всем узнать, как улучшить здоровье и самочувствие. Окей. Хорошо провести время. Вот настоящий человеческий запрос советского человека. Давайте хорошо проведем время. В конце концов. Услышать, что это такое, что нужно именно для меня. Хорошо. Я надеюсь, что все высказались, да? Очистить кожу. Тоже хорошо. Понять, что я недопонимаю. Валечка с Арфаном. Так приятно, слушайте, родные эти люди. Влюбки какие-то. Приятно. Про ножки скажу. Все скажу, Верочка. Хорошо. Сразу давайте тогда будем начинать. Я думаю, что кто-то пролезет в комнату, думаю, пролезет. Наташа, покушала? Покушала, Наташа. Хорошо. Итак, ребята, у нас сегодня с вами вебинар достаточно на серьезную тему. Я уверена, что многие из вас уже походили по интернету, по поликлиникам, по миру с запросом стать здоровым. Я уверена. Поставьте, пожалуйста, плюсик те, кто уже находился по всяким медицинским сайтам, советам, мастерам, учителям, гуру, медикам, врачам и так далее. Кто уже бывал? Бывалые у нас есть бывалые? Скоро бывалые? Мама! Они все там были, боже мой! Какая блядь! Кому понравилось туда, куда они ходили, поставьте плюсы. Боже, вы все уже находились. Кому понравилось, поставьте... Нет, как это? Ладно, минусы, ясно, не понравилось, понятно. Не понравилось. Так, хорошо. Как котята слепые, да. Вот, видите, как красиво у нас в чате сейчас. Хорошо. Давайте тогда знакомиться с новенькими, любить дальше всех остальных, кого знаем, и рассказывать и общаться на ту тему, которую, наконец, пора описать с той стороны, с той точки зрения, которую врачи не знают. Ну вот, куда вы ходили, врачи, к врачам они этого не знают, то, что мы сегодня будем говорить. Они вообще даже не в курсе. Итак, давайте знакомиться, пожалуйста, первый слайд. Мы с вами будем по слайдам сегодня. Я потом лицо свое отключу, потому что слайды будут зависать, чтобы они не зависали. О, что-то лицо знакомое мне, правильно. Да не, Руслан, в том-то дело, что они даже не знают, там врачи многие не скрывают. Хорошо. Ну, кто я? Я человек, который всю свою жизнь в медицине. Я даже ничего делать больше не умею, как наблюдать за медициной и быть в ней. С 18 лет я как начала работать в разных отделениях, в разном статусе, в разных должностях, так доработалась до психотерапевта, психолога, психосоматолога, суицидолога, всякие страшные слова. Все, что связано с психикой. Сейчас я работаю официально, как у нас, принято говорить, в государственном учреждении, в медучреждении, где каждый день вижу людей, замучившихся лечить свои болячки. И как уже, чтобы избавиться от больного, врач говорит, «Эдит, ты психолога, приходит ко мне человек, и мы с ним начинаем по-настоящему уже смотреть на то, что происходит». По другим углам времени. Поэтому я медицину знаю как изнутри, так и снаружи, как с точки зрения классической медицины, так и альтернативной, с точки зрения психологии. То есть я уже не смотрелась в этой области на все. Вообще, скажу вам честно и по-человечески, я разочаровалась в той классической системе, которую имеет медицина. Потому что, как правило, результаты очень временные. Сами понимаете, о чем я говорю. Вообще, я девушка простая. И у меня есть одно качество, я просто тонко чувствую людей. У меня это с детства. Я не буду рассказывать, что я там экстрасенс или какой-нибудь там еще придумывается, непонятно что про себя. Я просто чувствую человека, который ко мне приходит. И провожу его немножко к себе, когда использую те методы, которые я знаю, которые помогали до этого человека другим людям. И мы очень часто вместе с, я не хочу сказать больным, не с больным, а просто с человеком. Нету больных людей, нету здоровых. Есть просто человек, который что-то понял о себе, есть человек, который что-то не понял о себе или хочет понять. Это, ну, вот и все. Что я люблю? Я люблю жизнь наблюдать, я люблю мир чувствовать, я люблю свободу, независимость и легкость. Все остальное я оставляю тому, кто это любит. А выбираю то, что люблю я. Какие результаты, спросите вы, да? Результатов на моем веку, хотела сказать, ну, скажем. Было всяких, и было много результатов. Я думаю, что в процессе вебинара я буду вам рассказывать, как, начиная с собственных результатов, когда у меня было тяжелое заболевание сердца, женские вопросы, мне врачи, как это, предначертывали, что я ребенка не рожу, что я помру там во время родов, что это невозможно, ну, и куча всего. В итоге я и ребенка родила, и болезни сердца не нашли, и женские болезни тоже почему-то не нашли. То есть все начиналось с меня самой, когда я сама в себе начала ковыряться и разбираться, что не так. Много случаев есть в моей практике, когда опухоли уменьшались, уменьшались на 2-3 раза, их уже не нужно было оперировать, люди с ними справлялись, такие случаи тоже были. Были другие случаи, когда я предлагала человеку, давайте дальше разбираться, человек больше не приходил. То есть кто хотел выздоравливать, кто не хотел, не выздоравливать. Это все зависит не от меня, все зависит от вас. Вы придумали себе такую историю с телом, значит вам ее и раскручивают. Моя задача только показать вам направление. Единственный инструмент, которым можно помочь людям, это находиться рядом с ними. Все остальное я считаю делать необязательно. Пичкать таблетками, засовывать в человека разные диагностические инструменты и так далее. Это не совсем нужно. Очень самое нужное, что мы ищем, когда идем к доктору, это три момента. Первый момент, мы ищем внимание к себе. Второе, мы ищем спокойствие. И мы ищем ясность. Согласны? Когда мы находим доктора, так скажем, у которого мы получаем это ощущение, мы способны вылечить себя сами. Если доктор нас запугает, напичкает всякой химией, причем об этом похоже, то естественно из страха лечиться невозможно, и ничего из страха вылечить тоже невозможно. Да, Наташа, и зубной тоже. Для начала давайте с вами договоримся. Неизлечимых болезней вообще не существует. Потому что если бы были неизлечимы болезни, люди, которые повылечивали себя, так скажем, освободили эти болезни, а их бы не было. Но таких людей в мире очень много. Есть очень много случаев, вы сами знаете, в вашем окружении. Когда люди с этим справлялись, значит, неизлечимых болезней нет, потому что кто-то из них от них уже излечился. То есть нужно в голове уже затеркнуть это слово, неизлечимый болезнь. Это первое. Второе. Нужно четко знать, хотите вы здоровыми быть или нет. Напишите мне с полной ответственностью, кто намерен быть абсолютно здоровым и абсолютно счастливым. Просто поставьте плюс, кто действительно намерен и кто действительно собирает это сделать. Практически все уже хотят. Намерен. Окей. Хорошо. Тогда те, кто пришел сегодня на мой бесплатный вебинар, возьмите от этого вебинара все, что нужно взять. Этот вебинар у нас, бесплатный вебинар, всегда предварительный перед платным вебинаром. Наверное, уже многие знают об этом. Я вам расскажу, что будет на следующем вебинаре, на платном вебинаре. И вы выберете, что вам лучше сделать. Все отработать на бесплатном или пойти с моей помощью пройти к самому себе на платном вебинаре. Мы так всегда делаем. Мы делаем бесплатно, те, кто хочет что-то узнать, и платно, кто действительно хочет что-то сделать. Стоимость платного вебинара – это два средних лекарства. Я не думаю, что это так много для того, чтобы понять себя. Поэтому давайте начнем сначала с того, что я сегодня вам приготовила. Итак, поехали. Давайте отключаемся и по слайдам будем работать. Это моя фотография, пусть висит. Я специально отключаю для новеньких видео, потому что зависает у нас в Беларуси интернет слабо, и зависают слайды, чтобы они не висли, мы делаем такой странный ход. Итак, готовы начинать? Кто готов? Свистните. Давайте с вами все, что я накопила за эти 16 лет работы в медицине, начнем исследовать, смотреть на то, что я вам буду предлагать. Сначала с точки общего. Я хочу вам раскрыть такой секрет. Совершенно не важно, какая у вас болезнь. Совершенно не важно, в каком месте. Олежка пришел. Совершенно не важно, как долго она у вас существует. Основополагающий момент, насколько вы далеки от жизни, благодаря этой, так скажем, в кавычках болезни. А что, звук? Звук. Есть звук. Руслан, есть звук. Все есть. У нас все есть. Перезаходи, если что. А, он же не слышит, кому я говорю, если я его не звук, он не слышит. Леша, напиши. Перезаходи. Да. Хорошо. Все люди, которые приходят... То есть моя работа заключается непосредственно в том, что врачи отказных больных посылают к психологу, с которыми они уже намучились. И представляете, вот каждый день я вижу людей, которые уже замучили врачей, врачи не понимают, что происходит, и самую веселую работу оставляют мне. Поэтому я начну со слова «жизнь». Не со слова «болезнь», а со слова «жизнь». Мы все знаем такое слово. Оно называется «жизнь». Напишите мне, пожалуйста, какой вы видите жизнь вообще в целом, какая она, какая она жизнь. Какими прилагательными вы могли бы писать слово «жизнь»? Жизнь какая вообще целиком. Взять весь мир. Весь мир – это жизнь. Видим и невидимы – это все жизнь. Какая она? Напишите мне такие прилагательные. Ну, красивая она. Какая? Интересная, многогранная, разная, красивая. Ответы нам пишут. Свободная и легкая. Многогранная. Удивительная, жестокая, но красивая. Интересная. Удивительная, восхитительная. Прекрасная, удивительная. Вот еще. Экстремальная, радостная, светлая. Хорошо. И теперь давайте посмотрим, когда дальше. Смотрите. Жизнь всегда разная. Согласны? Ты согласен ставить теплосики? Жизнь всегда разная. Есть. Молодцы. Всегда непредсказуемая. Ставьте плюсики. Ой, рыцарь. Деть пришел с рыцарем. Очень хорошо. Как приятно. Непредсказуемая. Согласны. Неуправляемая. Согласны? Согласны. Жизнь все принимает. Все принимающая. Согласны? Согласны? Я на вебинарах люблю общаться. То есть я не люблю просто давать какую-то теорию, поэтому я вам буду спрашивать, а вы, если можно, со мной общаетесь. И все позволяющая. Жизнь все позволяющая. Она позволяет снегу, она позволяет дождю, она позволяет морю, она позволяет лугам, полям. Она ничего не запрещает. Согласны? Согласны. Скажите мне, вы, человек, это жизнь или не жизнь? Жизнь. Теперь скажите, кто может сказать, что он всегда разный, непредсказуемый, неуправляемый, имеется в виду в хорошем смысле слова, не идущий по чужим сценариям. Все принимающий, все позволяющий. Имеется в виду в меру душевности своей. В меру испортенности все позволяющая, а в меру душевности. Кто, кто под эти пять показателей может сказать, что он себя так тоже может охарактеризовать? Интересно. Так, а тогда в чем болеете, скажите? Не полностью, не сказали. Ну, не на сто процентов, не сказали. Если бы вы соответствовали всем этим, так скажем, штучкам жизненным, не было бы у вас никаких болезней. Я объясню, почему немножко дальше. Это говорит о том, что некоторые пункты, возможно, кажутся, а не являются быть такими, как и не имеется. Это почему? А что почему? Когда вы задаете вопрос на вебинаре, я хочу вас попросить. Делайте вопросик свой развернутый, чтобы я могла сразу понимать, о чем. А я не болею, я сказала. Я просто так зашел. Чем дальше вы от состояния вот такой жизни, как описалось вверху, тем больше болезней придется волочить вашему телу в заточении ума. Это так, это просто вступление для того, чтобы мы потом ориентировались на что, какие у нас могут быть ощущения совсем другими санитетами. Давайте немножко расскажу вам про современную медицину. Времена давно изменились. Девочки, я не совсем понимаю вопрос, что... Светочка, ничего ты не пропустила? В этой жизни что-то пропустить невозможно. Там, где ты появилась, всегда есть то, что тебе нужно. Поэтому все, что тебе кажется, пропустила, это кажется. А как же ответственность для санитов? Если жизнь – это любовь. Любовь, когда непредсказуемая, неуправляемая, это называется спонтанность и естественность. Здесь ответственность не нужна. Когда вы естественны, вы не можете навредить, потому что руководствуетесь направлением жизни в любви. Если поднимается вопрос ответственности, это говорит о том, что от естественности и спонтанности вы имеете в виду что-то другое. Антон, это понятие немножко разное. Ты по словам понимаешь непредсказуемость и неправляемость. С позиции ума. Если говорить с позиции жизни, непредсказуемость и неправляемость – это просто-напросто естественность. Естественность никому никогда не может причинить вред. Она... Слово такое есть? Она... Ну, я скажу так, она очень обаятельна. Естественность она обаятельна. Объяснили, да? Хорошо. Итак, современная медицина – это целый цирк на дроте. Скажу простым советским языком. Это просто цирк. Я сама себе часто придумываю какие-нибудь штучки, начинаю ходить, смотреть, что происходит в медицине. Ну, повеселиться очень мне нравится. В медицине, вы знаете, вашим телом никто заниматься не будет. В медицине, если есть врачи, заранее извиняюсь. Извиняюсь, если обижу какое-то медицинское ваше достоинство. Медицине интересны только ваши отдельные органы, которые вписываются в описание по медицинским учебникам или медицинскую практику в институте. Если ваш орган ведет себя странно и не вписывается в учебник, то лечить никто не знает вас как. Так, английский, согласна. В медицине не занимаются человеком, занимаются частями человека. Поэтому, в принципе, помочь медицина вылечить болезнь не может, потому что болезнь это нарушение всего организма, ни одного органа. Просто в какой-то части орган свистит о том, что организм не улучшит. Человек, который работает врачом, он не знает вас, он не знает вашей жизни, он не знает подоплеки вашего заболевания. Как он может вам помочь? Даже логически. Давайте. Можно предыдущий слайд. Лешенька, верай, пожалуйста, людям. На родину то, что им полагается. Лешенька, верай, пожалуйста, а потом мне перелись, мне может, переписываю. Ребята, будет запись. Будет запись, он у вас останется, слайды у вас останутся, не волнуйтесь, они никуда не потеряются. Да, мы все отдадим. Сегодня мы вам все отдадим. Итак, люди, которые работают врачами, они не знают вашей жизни. Не зная вашей жизни, вылечить вас невозможно. Меня очень веселят люди, которые приходят ко мне от психиатров. Вы знаете, это просто такое веселье. Мы вместе с моими участниками терапии очень веселимся. Человек, допустим, ходит к психиатру 3 года, лечит там, что он, панические атаки лечит, глубокие неврозы лечит, пьет рекситин годами. И я спрашиваю, психотерапевт уходит, я спрашиваю. А психиатр когда-нибудь спрашивал, что у вас происходит в жизни, какие там конкретно были стрессы. Не то, что были стрессы ли, а какие были. Люди, входящие 3 года к психиатру, ни разу не слышали от доктора вопроса, а что с вами произошло. После какого события это произошло и так далее. То есть никто вообще не интересуется жизнью, понимаете. Поэтому это забавно. Психотерапия то же самое. Как правило, люди рассказывают, не знаю, как у вас, какой опыт. Психотерапевты ставят медитацию успокаивающую, таблеточки выписывают и отправляют далеко. Мне понравилась одна девочка, недавно она ко мне ходит, она была у психиатра раньше с паническим атаком. И когда она приходит к психиатру, доктор всегда говорит, вам же стало легче, да? Вы стали поправляться, правда? Она говорит, да нет. То есть доктора очень хотят, чтобы вы вписывались в их схему. Если вы не вписываетесь, то вы пойдете к психологу. Медики лечат отдельно заболевший орган, отдельно от всего организма. И с помощью такого лечения доктора пытаются втиснуть ситуацию вашего организма в рамки учебника. У них очень еще веселый термин есть – бороться с болезнью. Они говорят, давайте поборемся с болезнью. В следствии чего болезнь человеком воспринимается чем-то плохим, чем-то опасным. Доктора почему-то болезнь считают врагом. И воюясь с болезнью, организм становится похож на измученное поле боя. В этом сражении ребята-победителей нет. Одно лечится, то лечится другому. Я не говорю, что врач – это плохо. Я, честно говоря, немного жалко докторов наших, потому что у них очень однобокое образование. Общаясь в кругу врачей, я же общаюсь, дружу со многими, общаюсь за пределами классической медицины. Они рассказывают, что в институтах психологии там буквально 30 лекций за все 6 курсов. И сколько там штук лекций. Представляете, самое главное, на базе чего возникает болезнь, складывается всего лишь 30 лекций. На мой взгляд, это тоже система образования тоже как-то почему-то перекособочная в этом вопросе. Да, есть врачи, которые интуитивно чувствуют многие вещи. Есть прекрасные доктора. Я лично знаю таких докторов, которые с разных точек зрения подходят к организму. Таких очень мало. Я скажу бы там, честно, их мало. Да, Леночка, конечно, к хорошим врачам обязательно надо ходить. Если у вас такие доктора есть, ходите обязательно. Но, если кому-то интересно мир Древней Атлантиды, то я вам расскажу, что там врачей не было вообще. Там люди могли себя корректировать с помощью своего намерения и силы духа. Там не было вообще пока надобности во врачах. Там даже такого слоя населения не было, чтобы кто-то кого-то лечил. Это считалось стыдно, чтобы пошел куда-то кого-то лечиться. Как в Китае, знаете, то же самое. Есть доктор, который профилактирует людей. А если ты идешь к лечебному доктору, то тот, кто тебя профилактировал, получает. Ему стыдно выйти на улицу, потому что он почему-то вас довел до голуболизма. Так вот, теперь, ребята, подождите спорить. Не ругайтесь. И не оспаривайте друг друга. Мы с вами здесь собрались для того, чтобы разобраться. Я вам покажу разные стороны, которые можно подойти к человеческому организму. Пока я вам рассказываю просто одну из этих сторон. Медицина нужна, на мой взгляд, в экстренных случаях. Когда надо, ну, что-то случилось такое, что вот, все, надо операционное, допустим, то куда же делаешься, сам себе ногу не пришьешь. Я сама оторвалась каким-то доказанием, да. Во всех остальных случаях будьте осторожны, потому что медицина – это бизнес. Очень большой, очень прибыльный, очень сильный бизнес, который кормит не только доктора. Поэтому тоже будьте рассудочны в этом вопросе и осторожны. Организм человека, а вообще организм – это тотальная взаимосвязь всех частей воедино. Это целостное образование, это целостное явление, это целостное состояние. Если мчаться без остановки на бешеной скорости, можно попасть в аварии. Согласны, это и есть болезнь. Это всего лишь дружелюбный сигнал сбросить скорость, который призывает нас притормозить, переключиться, остановиться или куда-то свернуть в другую сторону. С дружеским сигналом воевать глупо. Куда мудрее его услышать, разобрать и изменить направление, которое мы раньше не слышали. С этим вы согласны? Такой подход к целостности организма вы принимаете или вам ближе медицинский, все-таки по кускам лечить человека? Итак. Какое у нас следующий слайд про чувства? Хорошо. Сейчас, внимание, я вам расскажу такие вещи, которые, ну, спаривать бесполезно. Последние 100 лет, наконец, приближаясь к окончанию 20 века, в мире появились очень серьезные научные исследования, причем серьезными людьми, которые изучали досконально многие вопросы касательно организма человека. Кому будет интересно эти исследования, напишите мне в личку. Кстати, кто пойдет на платный вебинар следующий, мы подарим специально книгу, которая наполнена и объяснениями, и исследованиями в плане здоровья человека, ссылаясь на авторов, на институты, на эксперименты, на результаты. Поэтому я вам расскажу сейчас самое важное из них. Давно доказано, причем доказано русскими ученым, то есть своим уже можно доверять, которые захотят, которые захотят. Давно доказана такая формула. Я сейчас ее объяснять не буду, как это было доказано. Я просто вижу, как это работает на практике. Это не голая теория, которую я вам предлагаю. Это то, что мы делаем вместе в живой жизни, живыми людьми. Чувства человека влияют на его ДНК. Это доказано. То есть кому интересно, в личку напишите, я вам расскажу, где это почитаю. Чтобы время не теряло. Это доказано. Ощущения человека влияют на его ДНК. А его ДНК влияет на его материю, на тело. Все. Вот этот простой момент, который можно просто услышать хотя бы один раз, для того, чтобы поменять не только свое здоровье, ребята, а всю свою жизнь. Я склонник к квантовой медицине. Это медицина, которая не лезет в человека грубо, которая не сбивает никакие процессы у человека, которая просто перенаправляет то, что направлено куда-то в другую сторону с помощью человеческого необузданного ума. Так вот. Чувства человека меняют его тело. Тело – это то, чем занимаются, в принципе, все психологии. Они меняют ощущение человека, какой-то проблеме, ситуации, и меняется, естественно, его состояние. Вот это и тело. Но здесь завязаны ДНК. ДНК умеет не только тело, но, сами знаете, она и жизнь человека умеет. Если происходит сбой в ДНК, происходит восприятие, сбой восприятия мира вообще. Себя, с умами. Хотя вот про чувства расскажу сейчас еще. Ну вот, кстати, один из квантов биологии, Владимир Попомин, наш российский академик, очень, это его фотография не его, а фотография его коллеги, он опубликовал статью, в России не мог опубликовать, опубликовал в США. И в ней описывается прямое воздействие человеческого ДНК на физические объекты. Это, если вы захотите, кто есть из вас такие люди, интересующиеся наукой, можно, в статусе время науки, это изучить. Этим занимался очень хороший еще американский ученый Бакстер, такой фамилия Бакстер. Удивительный человек, удивительные вещи доказал и делал. Да, Попонина сейчас найдешь. Теперь внимание, то, что я вам сейчас скажу, на слайде нет. Чувства, не имеется в виду чувства, радость, печаль или еще что-то там. Я имею в виду ощущение внутри человека, в его теле, касательно жизни. И вот это чувство жизни, это способ выбора реальности. Что вы чувствуете внутри, то у вас в жизни и выберется. Больные люди, ну в кавычках, те, которые с болезнью приходят, это люди, которые выбрали такую реальность, в которой ему нужна эта болезнь. Болезнь – это ваш выбор. И чем быстрее человек это понимает, зачем-то ему это было надо, тем быстрее происходит процесс исцеления. Если человек начинает говорить, да не, да не, это не я, это экология, президент, государство, экономика или кризис, естественно, он удаляется от истинной причины, и будет глотать лекарство, потом помрет красивой, мучительной смертью, медленной смертью от убийства себя и кастома. Мы с вами все нуждаемся только в трех базовых ощущениях. Если вы будете всегда чувствовать три вот эти вещи, которые я сейчас вам назову, никакая болезнь не может с вами случиться. Первый, слайд до такого нет, это я сейчас решила рассказать. Первое – ощущение, что вы любимы миром, чем хотите, людьми, миром, деревом, стулом, столом. Если вы вообще чувствуете, что вы любимы независимого отчего, это уже делает недопустимым бой с какой-то болезнью или войну с миром, это первое. Второе – чувство спокойствия. Если чувство спокойствия преобладает по большей части времени, все системы организма работают слаженно. Это второе. И третье – это чувство живого интереса к жизни. Если у вас есть живой интерес к жизни, вам никогда не будет скучно. Вы не будете придумывать для веселья себе болезни. Спасибо. Скажите, кому-то тяжело, то, что я сейчас говорю, непонятно? Кому-то сложно, то, что я говорю сейчас? Или понятно? Кому непонятно, скажите. Ничего не понимаем. Чего-то или нет, ничего не понимаем. Не сложно, хорошо. На самом деле, если я сейчас скажу такую фразу, многие ухминутся, усмехнутся, что-то они сделают, засомневаются, но я ее все-таки скажу. Выречиться от любой болезни очень легко. Это очень просто. Почему же мы считаем, что это тяжело? Напишите мне. Для любой болезни вы можете за 3 секунды исцелиться. Почему у нас это сложно? Как вы думаете? Скажите мне. Больные выгодниками в медицине? Ну, это понятно. Мы про медицину не говорим. Про вас. Почему вы верите, что это сложно? Нет, что вам интересует жизнь. Еще. Ну, так, это по-другому. Отлично. Угу. Еще. Ну, да, конечно. Ну, а почему азом? Угу. Привыкли. Вот, мы, где-то, Наташа. Вас в детстве как учили вылечивать болезни? Быстро? За 3 секунды или медленно? Неделю пить парацетамол, антибиотики? Там на улицу не выходите, а то ноль замочите холодной водой? Бежать неделю? Да, нас научили. Справляться с болезнями сложно. Мы это делаем, копируем под копирку, как нас научили. Да. Абсолютно верно. Поехали дальше. Если есть вопросы, подготовьте в конце. Я отвечу на все ваши вопросы, любой степень сложности, любой, какое бы вы ни задали. Поэтому пользуйтесь. И видите, меня везде. Хорошо. Что такое здоровье? Я не буду у вас спрашивать. Я сама вам предложу. Хорошо. А вы хотите, берите, хотите свой вариант. А что третий повторить? Живой интерес к жизни, чувство спокойствия, ощущение, что ты любим, любишь, любим, ощущение любви в себе. Что, в принципе, одно и то же. Итак, что такое здоровье? Здоровье – это согласие между вашим сознанием и вообще тем, что существует, и реальностью. Я эти понятия разделила. Можно эти понятия не разделять. Это согласие с собой. Что то же самое. Но сразу те, кто прошел курс чудес у меня, они могут воспринять этот момент, что это согласие с собой. Те, которые первый раз еще разделяют реальность человека, то можно взять формулировку вот эту первую. Это согласие между вами и тем, в чем вы существуете. Реальность, да? Как понять, что вы здоровы? То, что вы не ощущаете тело. Вот вы живете, оно вас куда-то носит, вы куда-то носитесь за этим телом, тело звание, и вы его не чувствуете. Это называется здоровье. Если вы чувствуете, что вам позвоночник болит, мышцы напрягаются, время портится, еще там что-то, тело скрипит, когда утром просыпаетесь, это не здоровье. Идем дальше. Теперь интересно. Вы можете вывести это в какую-то красивую форму, да, вот как здесь, форму получения болезни. Какой-то человек сталкивается с какой-то ситуацией, к решению которой он пока не готов. Вы знаете, о чем я говорю, вы все с этим в жизни сталкиваетесь. Поэтому проживать и проглотить такую тяжелую ситуацию многие не могут. В итоге она застревает, вот эта непрожеванная ситуация, она где-то у человека застревает, скажем, образно психики. Исходя из этого, человек принимает неэффективные решения. Возникает, ну, блок, да, блок эмоциональных неразрешенных осколков. Когда приходит кому-то больной человек, особенно с серьезным диагнозом, такое ощущение, что в него понатыкнут какие-то осколков. А это все непереваренная, непрожеванная ситуация, которая как заноза моет в теле, в душе, симптомы болезни. Чтобы вернуть человека к непрожеванной ситуации, появляется болезнь. Любая болезнь, которую вы называете болезнью, это уникальный случай вернуться, проживать, проглотить и стать другим больно-адаптивным, красивым человеком. Представляете, как нужно любить человека, чтобы ему сделать такую штуку, которая называется болезнь. Это, по сути дела, это просто подарок. Подарок, который вам указывает, что вы где-то неправильно что-то жевали, неправильно заглотнули. Вам предлагается более мягко подружиться с жизнью еще раз. То есть это очень-очень интересный момент. Теперь скажите, кто из вас чувствует, что какой-то неуют в теле, болезнь можно называть неуют, зависит и связан с какой-то ситуацией в жизни или с какой-то неразрешимой, в первую очередь, душевной проблемой, или с каким-то противоречием, которое вас уже мучает. Напишите, есть такие люди, кто согласен с такой системой болезни? Ну, а система путем. Вместе. Вместе. Уже знаем. Показали. Хорошо. Кто не согласен? Давайте говорим, кто же не это. Дети это родители, это понимает, все это понимают. Дети это самый великий учитель для родителей. Дети все показывают, что родители скрывают, все, что они не проживают, дети прямо вытаскивают и показывают. Когда ко мне приходят с ребенком, запихивают в кабинет, сами говорят, мы на коридоре подождем. Я говорю, нет, дорогие мои, заходите всей семьей, ой, еще бабушек, дедушек берите. И тогда родители, когда родители начинают, а я сразу вижу по детям, что родителям сказать, я сразу начинаю говорить, и эти родители сидят голову в плечи, им же стыдно, что это видно. А я говорю, что стыдно, давайте с этим что-то сделаем. Тогда я говорю, теперь скажите спасибо детенку, что детенок показывает все это вам, иначе бы вы с непрожеванным комком всю жизнь прожили. Ну, это так, из опыта. Хорошо. Идемте дальше. Там интересно у нас будет. Я вам всем покажу сегодня вашу непрожеванный комок. Подождите, все, кто пришли сегодня, кто до конца все-таки меня дотерпит, тот вот эту жвачку непрожеванную найдет. До какого возраста? До того возраста пока они не станут осознанными. У нас в стране осознанными становятся к 40 годам. Я шучу. Ну, где-то совершеннолетие, к 20-ти туда. Молодец я. Руслан про карму. Он у нас специалист по карме, он потом нам расскажет. Хорошо. Идемте дальше. Это не я, молодец, это вы, молодец. Все молодцы, заработали все болезни, заставили меня сделать такую тему. Хорошо. Давайте расскажу вам, благодаря чему эта жвачка непрожеванная получается. Связующим звеном между человеком и реальностью. На этом вебинаре я разделила эти понятия, чтобы вы лучше понимали. На следующем вебинаре мы их все-таки соединим. Поэтому я не за разделение, я за единство. Но если я буду вам говорить связующим звеном единства, то вы не будете понимать. Поэтому я здесь такую писульку делаю. Связующим звеном между человеком и реальностью является его ум. То есть, если говорить на таком языке более понятно, что такое ум, процесс мышления, думалка наша. Между нами и реальностью стоит таким надутым пузырем колючим думалка наша. Что такое думалка или мышление? Вы простите, я привыкла в работе с людьми уже на похожем языке говорить. Не люблю очень много эти термины, но термины написала для тех, кто их любит. А пояснять буду по-человечески просто. Мышление – это процесс адаптации к миру людей и социальному существованию через сознание. Это научное такое предложение. Теперь мы походим. Мышление – это то, что и как мы думаем вообще про мир людей. Потому что, когда вы находитесь на природе, вы про мир людей вообще мало думаете. Когда вы валяетесь на пляже, вы вообще не думаете. А вот когда вы ходите к людям, конечно, что-то вы там думаете. На работу ходите, думаете. Так вот мышление – это то, как вы адаптированы к этому миру. Вы у людей, про которых вы думаете. И люди все негибкие в этом. Они все очень негибкие. Они все понатыканные шаблонами всякими, которые им ушили. Вы знаете уже, да, кто у меня был? С детства. Звука нет. Ребята, есть ли у вас звук? У кого есть? Есть. У кого нет? У кого нет звука, тот не может написать, что у меня звук. Есть звук? Есть. Олечка, переходи, перезаходи. Спасибо за тем. Этот слайд вам более-менее понятно, что я только что сказала, ребят? Мне важно, чтобы вы понимали. Потому что, если вы не понимаете, я вам буду опять объяснять. Знаете, отчего я научилась объяснять постоянно, разжевывать все? Потому что замечала, как приходят к докторам люди, а потом они приходят ко мне все злющие. Я говорю, а чего злющий такой? Человек говорит, ну почему мне доктор не объяснил, вот как вы, что это так-то, а это того-то, а это потому-то. Человек сразу успокаивается. Если бы каждый доктор как-то объяснял человеку, вообще хоть какую-то взаимосвязь в организме, в теле, с этим лекарством бы как-то связал, то помогло бы тому человеку то лекарство. Но так как люди выходят со страшными словами, которые они вдруг в карточке почитали, ни хрена не понимая, простите за выражение, то, естественно, они обостряют всю ситуацию, и конфликт с этим мышлением и реальностью становится еще более острым. Олечка, посмотришь запись? Хорошо. Не волнуйтесь, всем, кому нужно, запись останется. Так вот, смотрите, у нас с вами есть мышление негибкое, тяжелое, однобокое, ржавое, которое в новом времени уже не работает, давно не работает. И мы с этим мышлением, как с мечом и щитом, пытаемся вписаться в реальность. Это всегда ведет к конфликту мышления и реальности, ума и реальности. Это единственная причина человеческой болезни. Когда человек вообще ни о чем не думает, живет спонтанно, естественно, по природным законам, он не болезнет. Чем больше человека болезни, тем больше человек конфликтует со своим мышлением, с реальностью, которую он видит. Нелечка, дорогая, здравствуй. Ты наша участница любимая, тоже одна из любимых. Мышление это неплохо, ни в коем случае. Мы сейчас с вами дальше будем об этом говорить. Мышление нам нужно обязательно, но гибкое, адекватное, текучее, красивое мышление. Благодаря ему мы что-то создаем, мы что-то оформляем. Мы как-то, мы пишем стихи, мы сочиняем истории, эссе, пишем открытия, размышляем, договариваемся. Это все благодаря мышлению. Но есть недостатки в процессе этого мышления благодаря однобокости видения в социуме человека. Ну вот сейчас я вам поясню. Будут вопросы, спрашиваю. Мы с вами все научены думать. Вот, думать это нехорошо и неплохо. Вот думать в согласии с миром, это открытие, новизна, жизнь и спокойствие. Человек, который в согласии с миром, мышление его согласно с миром, он такой новенький, чистенький, свеженький, спокойный, здоровый и всегда на пике открытия жизни. У него жизнь не открыта никогда, он всегда ее открывает заново, он интересный. У нас мамы таких. Там девчонки целуются, хорошо. Смотрите дальше. Вот, что плохо, так скажем, в кавычках. Нас всех приучили думать определенным ошибочным образом. Ну не все, но большинство. Кого не сумели сломать, тот думает, как у нас Руслан есть, его не сумели сломать, почему это? Он думает живым способом. Так вот, нас всех приучили думать мертвым ошибочным способом. Это так видно, когда человек приходит вот на встречу, он начинает говорить. И когда я смотрю на человека, я вижу, что говорит не человек. Он говорит конструкция, такая заржавевшая в нем, устаревшая программа, которая уже никак не вписывается в то, что он хочет. И я делаю ход конем для того, чтобы посмотреть, насколько глубоко у человека, расскажу вам секрет психологии, насколько глубоко у человека эта конструкция уже ржавая. И я сразу говорю, ой, подождите меня, я сейчас бегу по пищу и приду, мы продолжим. И ухожу из кабинета. И вот какое у человека лицо можно определить, насколько серьезно у него происходит, сваливается у него эта маска с лица или не сваливается. Что я делаю? Я даю импульс спонтанности и смотрю, откликается человек или нет. Здесь человек, как он начинает подбирать формы, чтобы что-то сказать. И здесь он начинает орать, потому что редко ему предлагают посидеть, пока кто-то идет песить. И он начинает выдавать всякую ерунду, лицо приобретает веселый вид, такой смешной и непонятный. Если человек реагирует спонтанно, я вижу, что он еще жив, да, будем с ним что-то делать, справимся. А если человек сразу как-то странно на меня реагирует, понятно, что дело плохо. Такое у меня фишка есть. Хорошо. Так вот, смотрите, думая определенным образом, ошибочным, тяжелым, шаблонным, мы, наше мышление начинает с миром воевать. То есть пытается мир подчинить себе. Ну, здесь болезни просто не может. Ну, могу писать, могу не писать, когда как. Когда просто постою на коридоре. Да, 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 да. Глубинные мысли. А, благодаря вот этой... Так, скажу по-другому. Вот эта война с реальностью мира и мышления автоматически как кнопка у нас включается из-за того, что у нас есть глубинные мысли, ведущие к этому. Чем больше мы воюем с миром, тем больше у нас подтверждаются какие-то глубинные свои мысли. И наоборот, чем больше у нас есть каких-то странных глубинных мыслей, тем больше мы воюем с миром. Сейчас объясню, что это. Подождите. А я думаю, что вы все время писаете. Пи-ся-ведь. Да, я могу и все время, боже, мне не сложно. Что не сделаешь ради того, чтобы только умрешь в мире человеческом. Прямо сегодня, прямо здесь, вы сейчас все увидите свои ошибки реальности. Я вам предлагаю информацию, которая оказывается очень полезна в практике. Это не мои 12 мыслительных ошибок, не я их вывела. Это Ватолин, есть такой автор Ватолин. Это было как Игорь Ватолин, психолог. Он сделал это его или не его, я тоже не знаю, но я взяла в его книжки. Сейчас вы, каждый, кто здесь находится, найдете свои ошибки мышления и реальности. Чтобы не искать их годами, мы вам сразу предлагаем свою найти. Давайте будем честными с самим собой в первую очередь. Итак, поехали. Первое. Ну, научные названия какие идут, простите. Негативный фильтр. Когда человек отмечает только негативные факторы, игнорируя позитивные. Например, у меня ничего не получается, у меня нет способностей, у меня нет денег. Это ошибка, так как что-то у человека всегда получается. У кого есть такая ошибка мышления и реальности, кто говорит, всегда все плохо, жизнь плохая, люди сволочи, мужики козлы, женщины предательницы, дети изверги, соседи, не буду говорить кто. Есть такие. Будьте честны сами с собой в первую очередь. Нет, это не пессимист. Это человек, который видит более остро негативные ситуации. Пессимист это, у которого вообще все плохо. А он в негативном фильтре выпячивается, больше негативное видение. Пессимист это всегда он, всегда все плохо. Есть. Вот если вы находите у себя более трех фильтров, это нехороший признак. Это полный такой сбой отношений с миром. Поэтому спокойно к этому относим, даже если пять, находим пять. Потом мы увидим одни. Что-то с ними делать. Второй фильтр. Внимание. Интересно. Вам, кстати, интересно пройти ошибки мышления и реальности? Или в принципе, ну, не надо? Я даже не знаю, любимый спроси. Надо вам? Хотите найти? Кому надо? Надо. Поехали. Второе. Человек видит только два варианта. Дифотомия называется. Из-за этого из восприятия убираются все промежуточные варианты жизни. Это ведет к неврозам. То есть черные и белые. Есть хорошие люди, есть плохие люди, есть хорошая работа, есть плохая работа. Там много получают денег, здесь мало получают денег. У соседа дети хорошие, а у меня, как всегда. Это очень жесткий тип мышления, когда видны только два варианта. Потому что жизнь управляет миллиардами вариантов в секунду. И имеет миллиардов вариантов в секунду. Если вы только ограничены какими-то двумя вариантами видения жизни, то сталкиваясь с промежуточными, вы просто не выдержите. Ваша психика не выдержит, и тело, конечно же, сорвется. У кого есть неврозы, начинается куча мелкой болезни всяких. То есть сегодня одна болезнь, завтра вторая, десятая, пятая. Одно влечим, другое вывалывается. Это вот к второму пункту относится. Следующий, третий. Избыточное сравнение. А, подождите, дихотомия у кого-нибудь есть? Давайте перенаправлюсь. Я понимаю, что не очень хочется об этом писать. Куда мы будем? Третий. Избыточное сравнение. Жизнь человека постоянно проходит в сравнении себя с другими. У кого-то лучше, у него плохо. Мне бы так сделать, оно не получается. Вон такой хороший, а такой неплохой. Это ведет к напряжению и к постоянному плохому настроению. Ну, естественно, каждый из этих ошибок мышления и реальности ведет к болячкам определенным уровням. Спасибо. Фоксик помогает, очень приятно. Очень приятно. Спасибо. Четвертый. Всего 12 есть. Обесценивание. Все свои заслуги человек сводит к нулю и делает малозначительными. Из-за этого снижается желание вообще что-то делать и что-то создавать. И способность радоваться резко снижается. То есть, когда человек не видит, что он делал хорошего, что у него получается хорошего, а лично говорит, что у него все обо что. Все обо что. Вот это, кстати, часто бывает у мужчин. Женщины более склонны радоваться мелочам, мужчины сразу обесценивают. Им надо сразу огромная победа прямо сегодня вечером. Меня постоянно это удивляет. Мужчины мыслят, кто их научил. Что уже вчера должно было быть на что он хотел. Это ведет к меброзам тоже. К серьезным причем. Будьте осторожны. Пятый пункт. Девочек тоже есть. Пятое. Сверх обобщение. Из одного-двух событий человек выводит какой-то закон. Допустим, сходил к двум врачам, все, мне уже ничего не поможет. Или два раза попробовал, о, не, я не для этого создан, у меня нифига не получается. Есть такие? Вот, есть такие люди. Поздравляю. Вот вы свои какашки сейчас прям находите и запоминаете. Это важно. Следующий пункт. Чтение мыслей. Это когда человек выдает собственные мысли за мысли других людей. Например, я знаю, что Люся про меня думает. Она думает, что я такая-то, некрасивая, неумная и так далее. О, я знаю, что мой сосед про нас думает. Есть такие, товарищи, у нас такие есть, которые дописывают чужие мысли, как будто они уже ее знают. О, я знаю, что начальник думает, что я. Или наоборот. Это тоже ошибка мышления и реальности. Все, что я вам сейчас рассказываю, все эти ошибки в новом времени уже не работают. То есть это от пережитки прошлого, восприятия человечества мира вообще. Сейчас совсем другое, должно быть, что-то переходит на другое восприятие мира. Все, что я сейчас перечисляю, это можете выбросить. Оно уже вам совершенно будет не нужно в жизни. Только болезни. Седьмое. Гадание. Когда человек предсказывает себе события, самые страшные и тревожные, что обязательно все будет плохо и постоянно их негативную сторону искажают. Благодаря этому человек не может сдвинуться к намерению вылечить какую-то болезнь, брать ее, освободить, распрощаться и так далее. Потому что он знает, что впереди, с каждым годом, все будет хуже и хуже и так далее. Шестое было чтение чужих мыслей, что мы за других додумываем. Восьмое. Катастрофизация. Когда человек представляет самый худший вариант. Допустим, я пойду к врачу и поставят мне опухольмонка. Все, каранты. А в головах болит, все, каранты. Это постоянно человек одержит в страхе. Постоянно человек одержит в страхе, в напряжении, и человек не может реализовать свой потенциал полностью. Девятое. Персонализация. Человек думает, что только он и никто другой ответственны за все, что происходит. Вот меня не то, что возмущает, может даже печалит, как у нас люди изнасилованные вот этой психологией, которая начала в 90-х годах в книжках кладиться, где написано, возьми всю ответственность на себя, все, что происходит в твоей жизни, виноват только ты и только ты. Конечно, с точки зрения вселенной это правильно, но с точки зрения личности это ведет к серьезным психическим потом проблемам. Допустим, кто-то вырос алкоголиком, значит, мой сын, значит, я виноват. Не обязательно. Может, только отец виноват, потому что его гены, допустим. Не берите все, что происходит в этом мире, вину на себя. Все, что хорошее происходит, можете брать на себя, а то, что плохое, не обязательно брать за это на себя вину. Десятое будет наоборот, когда человек у нас кого-то постоянно обвиняет, а сам он вообще белый пушистый. Это кто-то из-за кого-то. Это он виноват. Не, я хорошая. Это он. Это тоже ошибка. Одиннадцатое, когда мы навешиваем ярлыки. Все, он злой. Десять лет назад мы с ним, допустим, поконфликтовали, и 10 лет все думаем, что он злой. Он уже думал другой. Или наоборот. О, соседка моя добра, она меня всегда слушает. Десять лет мы думаем, что она добрая. Она уже была и добрая, и злой, и красивая, и некрасивая, и грустная, и всякой. А мы приклеились, что добрая, и ходим к ней. Эти уже пошли от нас, а мы все ходим. Потому что мы думаем, что она добрая. Или вот ему всегда везет, у него всегда все получается. И другие какие-то предложения. Это 11. И 12. Долженство маме. Человек считает, что постоянно кому-то что-то должен, или мир ему должен. Вот невротические у нас вещи у людей, я должен быть успешным, я должен быть богатым, несмотря на что, вопреки всему, я вам всем покажу. Или мир должен быть мир во всем мире, или все люди должны любить друг друга. Вот эти духовные вещи искажаются очень сильно и переходят в ошибку мышления реальности, которая называется должностно маме. Поздравляю. Кто-нибудь что-нибудь нашел, узнал себя? И это будет все есть. 12. Нашли. Есть. Поздравляю вас. Для того, чтобы начинался процесс исцеления, достаточно... Исцеление я не напишу излечение, а исцеление это значит стать цельным, да? Для того, чтобы начался процесс исцеления, достаточно увидеть и признать, что у тебя есть вот такая-такая-такая штуковина. Если вы уже это признали, это уже 50% того самого исцеления. Это осознание. Единственная сила, способная исцелять, это сдвиг в сознании. Осознание. Если вы уже признали, что есть у меня эти пункты, да, есть. Сейчас вы будете уже внимательнее относиться к тому, что говорите или думаете. И будете уже чувствовать, что что-то вы не туда. Опять в решетку лезете, в клетку. Есть. Хорошо. На платном вебинаре, который у нас будет через неделю, я вам дам еще два способа, как уже определить именно ваш конфликт мышления и реальности. Там будет три способа. Один из них будет именно на ваш. То есть, с какими-то нюансами, да, которые вы не вложились в общие фрукты, именно вашу козюльку. Вы смотрите, козюльки бывают разные, но у вас она, допустим, с ножками, рожками или другого цвета. Мы их найдем все на платном вебинаре. Эти козюльки. Сегодня мы с вами найти такую козюльку, я вам предлагаю один из способов выявления глубинной причины вашей, так сказать, болезни. Вам это надо? Кто хочет понять четко глубинную мысль или причину вашей болезни, в кавычках. Ну, не уютно. Прямо сейчас. Это сделаем прямо сейчас. Кто хочет? Просто если вы устали или вы не хотите, тогда мы не будем, мы не учете вас с этим. Нет, хотят все-таки. Люди хотят работать над собой. Прекрасно. Ну, там уже слышно. Отлично. Мне очень нравится способ, который я вам сейчас предлагаю. Ну, и два следующих мне тоже очень нравятся, но мы это сделаем на платном. А этот мне нравится больше всего. Он четкий. Ну, выберите там свою любимую болячку, кому что надо. Выберите себе. И поехали. Возьмите, наверное, листочек, бумажку какую возьмите. И давайте знакомиться сами с собой. Итак, первый вопрос. Какими эпитетами, метафорами лучше всего характеризовать то, что ты ощущаешь в своем теле в данный момент? Сейчас объясню. Подождите. Не паникуйте. Кому не понятно. Ну, допустим, какую возьмем болячку. Что мне надо взять больше? Что это за болит, как у меня? Так. Ну, болит рука. Сердце, да? Давай сердце. Легкие. Хорошо. Вот смотрите. Возьмем. Я буду брать пример. Ну, какой болезнь легких? Бронсит. Ну, бронсит. Типа бронсит. А вот люди предлагают аллергия или очистить кожу. Чтобы понять про очистить кожу, мне надо знать, что там очистить кожу. Нужно, ну, слово конкретное. Что там с кожей? Я же не знаю, что там будем чистить. Поэтому давайте возьмем. Ну, вот ожирение. Ох, боже. Тихо. Руслан, давай свою болячку. Шучу. Броник был первый, поэтому берем аллергию. Берем аллергию. Ну, он все-таки сообразил и написал первый, чтобы обидно было. Возьмем первый, кто сообразил. Аллергию. Какими эпитетами или метафорами вы можете это ощущение описать? Допустим, там, чешется, давит, крутит, колит, сжимает, разжимает, тяжесть от этого. Какие прилагательные от этого вы можете... Броник, хочешь, пиши прямо в чат. Давай с тобой. Авито, у него имя Броник, чтобы вы знали, что я к нему обращаюсь. Пиши... Ты хочешь разобрать в чате эту козюльку или другого человека возьмем? Пошли, стой, что покажи. Можно? Ну, давай. Ну, давай. Все свою разбирают, а мы на примере аллергию разбираем. Какими эпитетами ты можешь описать то, что от этой болезни чувствуется? Давай, пиши. Раздражает. Колит, чешется, разбирает, тяжелее. Что там у тебя? Я не знаю, у тебя свое будет. Нехватка воздуха. Подожди, Светочка. Нет, только Борник пишет в чат, а вы себе на листочек. Иначе мы все сейчас перепутали. Я вам просто пример показываю. Потом вы сядете в записи спокойненько себя разложите по полочкам. Потому что врачи вам не хотят помочь это сделать. Мы сейчас тут научимся. Глаза не хотят видеть. Что значит не хотят видеть? Они болят, чихают. Олег, не пишем, только пишет один человек. Я вам показываю пример, как это делать. Ребята, а вы пишите себе на листочек. Итак, Борник, не хватает дыхания. Чихает это что? Это какое ощущение? Раздражается, слизистая, правильно? Правильно? Раздражение, нехватка воздуха и глаза не видят. Напиши все это в одну строчку, чтобы люди видели, как это происходит. Борник, пиши за мной. Пиши прямо, я тебе диктую, ты пиши. Не хватает воздуха, пиши. Потом пиши. Раздражение от этой болезни. Что еще ты чувствуешь? Напряжение, допустим, тебя это напрягает. Пишешь? Вот, написал. Все напишите, что вас бесит в этой болезни. Что она делает с вами. Если желудок болит, допустим, тяжесть, раздражение, зло. Злитесь вы от этого, что от того, что вы ощущаете, происходит. Пишет в чат только один борник. Витя, не пишем. Вы себе пишите. Значит, ответ на этот вопрос полностью отражает ваше отношение к той ситуации или к тому человеку, который в эту проблему спровоцирован. Допустим, к ситуации. Была какая-то ситуация вот у нашего борника, которого, когда ему не хватило воздуха, он был очень раздражен, напряжен, испытывал большую злость. Окей. Дальше. Поехали дальше. Все ответили. Не пишите. Просто спросила. Я говорю, не пишите. Просто о себе напишите. Борник, идем дальше. Второй пункт. Что тебе не позволяет делать эта, так скажем, болезнь? Что она тебе не позволяет делать? Вот она есть, и ты не можешь что делать? И все себе на листочек пишите. Вот она у вас есть, и что вы из-за нее не можете делать? Давай, вот, напиши. Что ты из-за этой аллергии не можешь сделать? Не можешь делать? Уже в чат. Не можешь быстро двигаться. Окей. Если что-то еще есть, добавь. Быстро двигаться и быстро думать не можешь. Окей. Хорошо, подход. Каждый напишите себе на листочек свои ответы. Что вам не позволяет делать эту болезнь? Ответ на этот вопрос позволяет вам определить, какие желания заблокированы. То есть ты на самом деле очень хочешь по жизни быстро двигаться, быстро думать, быстро что-то делать, но не можешь. Вот это противоречие у нас начинает вырисовываться. Хорошо, дальше. К чему вас вынуждает эта болезнь? Каждый ответ на этот вопрос, носите счастье, нет. Там, допустим, не делать, не ходить. К чему она вынуждает? Нет. К чему она вынуждает? Сидеть, молчать, не ходить к людям, не ходить на работу, не выходить на улицу. Пожалуйста, ваш. Остановиться. Она вынуждает не двигаться. Да? Отлично, вынуждает остановиться. Значит, какие желания заблокированы тоже? У тебя есть желание остановиться, но есть желание двигаться и лететь вперед. Два противоборствующих внутренних желания. То есть уже понятна причина аллергии. Хочу, но не могу. Хочу, но не могу. Ну, это так вот я уже себе тут. Окей, дальше. Смотрите дальше. Напишите себе все, что там пришло дальше. Если бы ты позволил себе реализовать эти желания, то есть быстро двигаться, быстро думать, как изменилась бы твоя жизнь. Напиши. Если бы ты позволил себе остановиться, а потом рвануть вперед, быстро сделать, быстро думать, как изменилась бы твоя жизнь. Каждый себе пишет. Если бы вы позволили себе реализовать то, что не дает это болезнь, как изменилась бы ваша жизнь. Несколько пунктов. Что бы ты понаделал в жизни? Давай. Стесняйся. Как изменилась бы твоя жизнь, если бы ты стал быстро двигаться, быстро думать, вовремя остановиться. Тяжело определить. Это значит, я вам скажу, что он не хочет просто писать. Я же, когда человеком работаю, я с ним связываюсь на каком-то таком ощущении, уровне. Я чувствую, что он не хочет дальше писать. Согласен или нет? Или я это сочиняю? Да, вот молодец, вышла ситуация. Принял бы кучу решений. Конкретное решение тогда сюда не пиши. Принял бы кучу вот таких-то решений. А вы распишите. Я бы там бросил мужа, ехал за границу, построил бы 10 домов в разных странах мира. Что бы вы сделали, если бы так делали? Если бы позволили себе на третий и четвертый вопрос ответ. Молодец. Принял бы кучу решений. Каких решений бы ты принял? Просто для меня напиши. Противоположных, которых сейчас принимаешь. Или других совершенно. Или тех же, но в большем масштабе. Каких решений ты кучу принял? Прилагательные решения. Или решения, которые тебе хочется именно на кому-то. Которые застряли в прошлом. Не совсем понятно. То есть ты бы их реализовал? Доделал бы их, я так понимаю. Если они застряли в новых хвостах. А ты бы подтянул все хвосты. Окей, хорошо. Ответ на этот вопрос определяет глубинную потребность. Твоего существа, заблокированную каким-то ложным верным. Это глубинная потребность твоего существа. Вернуться и проживать. Видите, что он пишет? Он пишет вот про то, что я вам говорила сначала. Непрожеванные ситуации. Аллергия появилась вследствие вот тех непрожеванных хвостов. Вот он прям это пишет. И психика, она прям это рассказывает нам. Хорошо. Каждый напишите свое. Да, вот все, что он не доделал, все привело к аллергии. Супер. Очень хороший пример. Сразу такой показательный. Последний. Последний пункт, Борника, дорогой. Давай. Если бы ты позволил себе доделать все те хвосты, доделать бы все, что ты там застряла в прошлом. Что страшного или неприемлемого произошло бы в твоей жизни? Что страшного или какого-то неприемлемого могло бы произойти в твоей жизни? Как бы тебя люди осадили? Что бы тебе там сказали? Если бы ты все подотягивал, все пододелал. Если бы ты позволил себе сейчас прямо все хвосты подтянуть, все решения сделать, принять. Так, что это за козылька, Оля, телефон написал. Что страшного или неприемлемого могло бы в твоей жизни произойти? Перестал бы реагировать на осуждение. Еще пиши. Перестал бы реагировать на осуждение. Что дети? Что дети? Дети бы появились? Или что? Или не появились? Пиши подробно. Я же не могу тут прям все прочитать. Все твои мысли. Но. Коко. Нариван, не хочу. Формулируй, формулируй. Хорошо. И дописывай. Каждый, кто написал, вот этот пункт очень важен. Что бы страшного в вашей жизни или неприемлемого произошло бы, если бы вы себе это все позволили, что было выяснено в прошлых пунктах? Напишите это фразой. Просто напишите такую фразу. Это то, что делает вашу болезнь. То есть, вот в его случае, так как он реагирует на осуждение, появляется аллергия. Как только он перестанет реагировать на осуждение, она просто уйдет. Чувство вины перед детьми. Страшного было бы, было бы вина перед детьми. Смотрите. Какое облирование делает его болезнь, если брать хотя бы детей сейчас, да? Как только он чувствует вину перед детьми, сразу выскакивает аллергия. Потому что он не может доделать то, что хочет, думая, что дети его осудят. Это такая очень сильная сцепка, которая ему не позволит вылечить эту аллергию. Аллергию будут возвращать к детям, чтобы он не чувствовал вины. Отдавал им как бы все, что он думает, он должен дать. Поэтому он сам себе подсознательно сделал аллергию, чтобы сидеть возле деток, не рыпаться, не делать то, что он хочет на самом деле. Потому что чувство вины очень сильно его останавливает. Она не может ему дать хода вперед. И эта аллергия будет до тех пор, сейчас скажу, пока он так будет думать. Это ошибка, его личная ошибка мышления и реальности. Я не могу реализоваться, потому что у меня будет большая вина перед детьми. Это ошибка реальности. Потому что на самом деле мужчина реализованный, это мужчина, который только в этом случае может все дать своим детям. Нереализованный мужчина, но находящийся рядом с ним, с ними, из-за чувства вины, ничего не может конструктивного в итоге показать этим детям. Понимаешь, что делать? Делать, идти на платный вебинар обязательно. Мы там будем это прорабатывать все. Моя задача, чтобы вы это все нашли, увидели и были честны сами с собой. Сказали себе честно, да, это есть, да, я так думаю, да, это меня держит, да, это моя Бога. Скажи, ты думал в этом ключе про аллергию? Так, бординг. Или нет? Или для тебя это было новое что-то? Нет. Видите, человек даже не догадывается, что вот это является причиной его болезни. Как только мы с ним уберем от чувства вины, дети вылезли, ага, дети вылезли, как только мы уберем это чувство вины и покажем организму, психике, что это не связанные вещи вообще никак, аллергия, он проснется, ее просто не будет. Она, ну, смысла не будет. Вот у него сейчас есть понимание вопроса, но у него нет осознания. Это разные вещи. Для того, чтобы привести человека к осознанию вот этого странного предложения про вину, про детей, надо проделать еще одну работу, ну, какой-то еще пункт. Это мы тоже сделаем в следующий раз. Ну, ты придешь, я надеюсь, тогда мы это сделаем. Те, кто придет на платный вебинар, мы будем до вебинара индивидуально работать. В чате, там, я посмотрю, кто будет регистрироваться, и каждый мне свою болячку будет расписывать, я буду с ней работать вместе с вами. Это будет очень интересно, и вы увидите даже себя по-другому. Напишите мне, кто-то, кто-нибудь нашел, кто-нибудь нашел какую-то какашку, которую может написать вот из-за этой практики. Чат, напишите, кто нашел. Ой, я появился. Так, зависти людей, боюсь, вот. Я не понимаю, что дает моя болезнь. Ну, Свет, если ты прошла по всем этим вопросам, ты хоть к чему-то должна была прийти, к чему-то пришла? У меня были страх отказа от быть отвергнутой. Да, Таня, да. Я нашла, что не из этих последних, а ранее. Всем понимаю, вот вы как-то кусочками пишите. У меня не нашлось ничего такого. Теперь внимание. У кого не нашлось ничего такого, это говорит о сопротивлении ума, который не хочет ничего менять. Ему выгодно жить с болезнью, и он не собирается от нее избавляться. Это тот самый пункт, когда говорил Эйнштейн. Помните, если проблема создана на каком-то уровне, решить ее на этом уровне практически невозможно. Надо выйти за пределы этого уровня. Почему мы проводим эти вебинары, чтобы разбирались, чтобы вы со стороны слышали, вот как я примеры разбираю, да. Чего-то про детей даже и не знал. Не думал, что они здесь связаны, вообще увязаны. Вот почему человека просят сходить к психологу. Со стороны человек надсистемно посмотрит на вашу историю. Или говорит о том, что вы очень боитесь перемен, потому что полетит, многие вещи в жизни полетят, в голову там полетят. Вы боитесь. Страх очень сильный. Вот поэтому, кто пойдет на следующий вебинар, мы будем с вами с каждым очень подробно до вебинара еще, я попрошу мне в личку написать какие-то моменты, прорабатывать эти вещи. Желание отомстить, отлично. То есть, если не отомщу, то жить дальше здорово не хочу. Тоже бывает часто. Страх быть красивой. Да, тоже бывает. Кстати, да, Оля, у тебя, кстати, заметьте, а тут момент есть. Просто не все. Руслан пошел к больным, сделал такой шаг благородный, взял с собой мой вебинар, пошел в больницу, сел в палате, и они все палаты слушают. Пацаны, привет вам. Не обижайте Русланом делать благое дело какое-то для себя как-то. Усилитель нужно, рупор, да. Все, вся больница слышала. Чтобы меня врачи зловили, и все. И не впустились от меня. Хорошо. Девочки, у кого очень сильное сопротивление, попробуйте абстрагироваться и не серьезно отнестись, а играючи к этим вопросам. Возможно, что-то выплоть, потому что обязательно что-то есть. Вторичная выгода обязательно в каждой воюзнике есть. Вы бы ее не создали, если бы вам это не было каким-то знаком. Теперь, видите, да, что работа, она такая тоненькая. Очень важно тут каждому что-то откопать свое. Поэтому увеличиваться, так скажем, исцеляться, да, от этого убираться, от этого освобождаться, давать свободу, как разные слова нужны. Мы будем аж тремя способами прожевывать на следующей встрече. Аж тремя способами мы будем от этого уходить, да, улетать от этого. Я вам покажу, как это делается, как я это делаю вживую. Вот в интернете почему-то, я же говорю, никто эти методики не делает. А я вот что-то осмеленно думаю, а что они попробуют? Попробуем, сделаем. Очень мощный будет третий метод, когда вы перепроживете все, что когда-то породило вот эту веру в какую-то противоречие. Вы прямо в прямом эфире все проживете, я вам ее проведу, вы сделаете, вы увидите себя совершенно другим и почувствуете себя таким, каким вы были бы без этого убеждения, без этого затыка, так скажем, в психике, без этого непрожеванного комка. Ваша жизнь, она начнет просто разворачиваться в другую сторону, потому что вы осознаете то, что происходит на самом деле в следствии этой болезни. Глаза, я меньше сижу у компа, я больше говорю, ну молодец, отлично, это штука в форме. Так, идемте дальше. Хорошо. Там будет... А, хорошо, что там будет. Кто хочет из болезни избавиться, будет все. Избавится все. Хорошо. А потом мы с вами сделаем еще там один способ, как понять причину своей болезни. И в итоге она вас так задолбает, простите за выражение, эта причина, что вы легко от нее откажетесь. Потому что, чтобы проживать, надо что делать? Просто пожевать. Да? Правильно пожевать. Хорошо. Теперь смотрите, интересный момент. Люди, которые пережили тяжелые болезни, или люди, которые, вернувшиеся из клинической смерти, заново увидели жизнь, они ценят больше всего три вещи. Первое. Они ценят мелочи, радуются им. Они ценят душевность, добро, имеется в виду любовь. И они ценят простоту и открытость. И если мы начинаем жить по этим принципам, мы уже с миром. С миром. И этот стиль жизни больше, чем любая болезнь. Если стиль жизни подчиняется природе, а это природные вещи, мелочи, любовь, естество, простота, открытость, болезни, нет смысла в вашем теле вообще жить. Если у вас есть такие опыты людей, которые пережили тяжелые болезни, и вы могли с ними поговорить, скажите мне, что они, как они переоценили жизнь? Как они по-другому, как они по-другому стали смотреть на жизнь? Напишите, вот если у вас есть такие проблемы. Боже, мне не будет, я сказал так. Боже, мне не будет, я сказал так. Я сама пережила две онкологии, жизнь беря смыслы. Валечка, напиши мне, пожалуйста, что по-другому ты стала ценить и видеть в жизни? То, что я написала, вот три из трех пунктов, есть что-то? Красоту природы, это вот открытость, простота, естественность, еще. Только красота природы стала ценить. Вот, простоту, видите, вот эти пункты, которые я прошу, обратите на них внимание. Если вы хотите сразу избавиться от всех своих болезней, достаточно жить вот этими тремя способами. Но это практически невозможно. Поэтому к людям приходят болезни. Почему невозможно? Потому что карательный ум цепляет ошибку за ошибкой в нашей психике и не дает нам расслабиться до такой степени, чтобы стать простым, открытым, душевным и добрым. Это очень трудная задача для тех, кто привык жить от ума. Скажу вам еще такой момент. Мы все с вами оторваны от истинных чувств. Мы просто выдраны с корнями и посажены в какой-то искусственный грунт. И мы все тоскуем с вами по-настоящему, по-естественному, по таким моментам, когда внутри нас рождается целый живой какой-то мир. Мы оторваны от этого. Нас никто этому не научил. Спасибо, Господи, за все эти болезни, которые мы проживаем. Потому что мы начинаем после этого открывать глаза и вообще видеть жизнь, как она происходит и что она просто происходит. Без всяких требований, без всяких принципов. Менять кого-то, менять страны, менять людей, менять условия какие-то жизни. Это не так важно, как вам кажется. Поэтому те, у кого есть какие-то странные диагнозы, какие-то угрозные моменты, обратите внимание на три эти вещи. Когда человек прожевывает вот эти все ошибки, которые мы сделаем все-таки с вами на вебинаре, он начинает, у него появляются силы не на сдерживание комка, который не прожеван, а на того, чтобы творить, сотворить что-то новое. Он становится творцом, творческим человеком. Если вы ничего в жизни не создаете, не творите, не становитесь природой, которая постоянно творит, разрисовывает листья, что-то делает, какие-то замысловатые узоры из растений, распускает цветы. И если вы не делаете ничего творческого, это тоже очень, очень тревожный момент. Создавайте обязательно что-то, чтобы вы показывали, что вы в единстве. Потому что человек только потребляющий, только хотящий, чтобы все было так, как он хочет, естественно, будет остановлен, потому что это не в чистоте, не в ритме с миром. Поэтому болезнь – это прекрасная возможность обновиться и прожить еще одну новую жизнь после болезни, но в дружественном согласии вместе с ней. Понимаете, почему медикаментозное лечение временно, оперативное лечение временно? Потому что основной причиной, вот как мы сегодня разобрались с уборником, врач не уберет. Он не уберет вину перед вашими детьми, он не уберет детей из вашей жизни, он не придет в семью и не покажет, как с ними общаться, как им объяснить, чтобы не чувствовать этой вины. Он не перепроживет за вас это. Он усугубит, притупит ваши симптомы, но они вылезут обязательно в другом месте. Поэтому я всегда за то, чтобы человек сам изнутри себя начал делать, творить, превращаться из гусеницы в бабочку, в бабочку в гусеницу, чтобы он делал это сам. Чтобы человек делал это сам, ему надо показать еще одну дорожку. Мы постоянно идем вот так, мы постоянно идем вот так, вот так, а вот так еще не ходили. Поэтому давайте сходим еще вот так. У меня были очень интересные случаи в практике. Если вы хотите, я расскажу, вот с чем я сталкивалась, с какими случаями сталкивалась я, допустим. Но, да, работала с людьми, работаю с людьми. Не хотя. Да просто у меня была такая интересная пациентка, женщина. У нее боли в спине такой дикости были, что она ему подняться, она просто не могла подняться. Она два года ходила по врачам, КТ, МРТ. У нее ничего не находили, даже там стихандрозы толком не находили. Никто понять не мог, от чего эти боли. Она так замучила всех врачей, что ее послали практически к психологу, сказали, иди к психологу. Она пришла ко мне в поликлинику и ползла в кабинет. Вот она не сесть, там реально вот такое ощущение, что там вот такая вот грыжа в позвоночнике, человек не может ходить. Грыжа не было, ничего не было. Когда мы стали с ней разбираться, оказалось, что у нее взрослый сын, который ведет какой-то такой разгульный образ жизни, и она через каждые 10 минут контролирует его каждый шаг, испытывает очень сильную вину за то, что у нее такой сын. И чтобы сына остановить, она вынуждена была слечь, то есть не ходить, чтобы чувствовать какую-то, чтобы вызвать его обратную вину, вернуть его в какое-то другое состояние жизни, понимаете? Сейчас скажу, что такое грыжа. Как только мы с ней разобрали этот момент, она за 10 лет никуда даже не ездила. Она приняла решение уехать там в санаторий, оставить наконец-то сына одного, дать ему дышать свободно своей жизнью. Все, никаких болей не было. Прошли боли. Следующий пункт, интересный случай, у меня была женщина, страдающая бруксизмом. Кто знает, бруксизм это ночью, ну, как поздно объясню, она когда спала, настолько сильно скрипела зубами, что зубы у нее просто разваливались, откалывались и рассыпались. Она так сильно сжимала челюсти по ночам, что у нее, что сама себе ломала зубы. Вот представьте, да? Руслана не относитесь с юмором, он не морит. Зарожокывается, да. Естественно, это психология чистой воды. Там, ну, латайте зубы, ставь ему там, ставь ему там пломбы, ей там меняйте зубы. Но она все равно их отломает себе. Представляете, какие случаи? Женщина очень красивая, очень молодая, но она их отломает. И кроме того, у нее уже в 40 лет закончился менструальный цикл. Представляете, в 40 лет. Вот эти зубы, вот этот менструальный цикл. Мне как-то это все насторожило. Естественно, она там гормональную терапию какую-то применяла, принимала зубы там эти все, ремонтировала. Но толку не плохого. Ну, вот смотрите, какая причина. Когда мы стали с ней разговаривать, потом ковырялись, копались, она там по мне прогуливалась сейчас на неделю. Оказалось, что она сделала в жизни три аборта. И за эти три аборта была такая вытесненная обида, вина и ненависть к себе, что подсознательно она стала себя просто убивать, разрушать за то, что она убила и разрушила другие жизни. Это было подсознательно. Она даже не связывала эти вещи. Пока вот мне не пришлось через слезы и боль вытащить это из нее, там специальные клещами медицинские, вот такие вот, я шучу, через специальный разговор, специальные методики, пока она не ужаснула, что это связанные вещи. Как только мы с ней, наконец, похоронили всех детей по-человечески, да, чувство вины близко к разрушению. Вина бывает разных способов. Аллергия – это еще так, вина, а вот когда уже ты себе органы ломаешь из зубы сам, понятно, что ты себя уже просто уничтожаешь. И она себя решила подсознательно, стояла программа убить себя за то, что она убила детей. Вот представьте, пока не убрали это, ничего не прошло. Как только мы убрали, у нее пошли месячные, и она перестала зубам уйти и ломаться. Вот, пожалуйста, живые примеры, живые люди, которые есть, которые существуют. Третий случай очень интересный – это моя мама, у которой была опухоль, ну, была там 10, сколько, миллиметров опухоль, ее можно было оперировать. То есть она операбельная, нам предлагали, у меня мама такая передовая женщина, она мне говорит, стоп, я сама справлюсь. Мы разработали там целую стратегию, план исцеления с ней. Через год опухоль, во-первых, стала доброкачественной, во-вторых, была 2 миллиметра. То есть она неоперабельная, смысла ее нет убирать, потому что мама ее убирает сама. Представьте, человек сам себе убирает опухоль. Очень много интересного. По бесплодию у меня была девочка, искусственные кои ездила, делала. Натуральные способы, ну, никак там не получалось ничего. Ну, уже за 30 муж есть, а ребенка никак. Хотя все нормальные, муж, она все хорошо. Почему беременность не наступает, врачи просто не могли понять и послали ее в психологию. Они приходят ко мне такие обреченные, да. Выясняется на методике. Делаем у меня интересную методику. Как это выяснить быстро? Делаем с ней методику, и оказывается, она мужа считает предметом подделанную детей. Подсознательно. Она мужа не воспринимает даже, что это живой человек со своими потребностями. Это для нее был как инструмент, чтобы сделать этих детей. Вот представьте, пока мы... Она это не понимала. Она говорила, я его очень люблю. Там про любовь даже вот, ну, слова не было, что там... Похоже не было даже. Не то, что на любовь, на человеческое отношение. Но снаружи она его очень любила. А внутри она его не то, что не любила. Она вообще... Если бы она родила в тот момент, он бы заболел или умер, или она бы его уничтожила, или она бы от него ушла, или он бы ушел. Но брак бы распался однозначно. Пока мы не вытянули это на осознание, пока она не переосмыслила отношение к мужу, сейчас она уже... Вот-вот ей скоро рожает. Самостоятельно забеременела и скоро рожает. Вот вам такие случаи. Отказные случаи, с которыми, допустим, доктор не знал, что делать. Были обратные случаи. Когда приходила женщина, у нее тоже там три онкологии, уже четвертая началась, и я ей говорю, давайте мы с этим пробуем справиться. Я ничего не обещаю, не гарантирую, но давайте справимся. И она больше не пришла. Нет, она один раз пришла и сказала, ей очень тяжело прощать, это очень тяжелая душевная боль, она не будет этим заниматься. А вот умереть от онкологии, это ей самый раз. Ну, понимаете, как люди мысли. Потом все знают, у нас в центре есть случай, у женщины тоже, у нее была опухоль в груди. Завтра надо было на операцию уже идти. Ей говорили, не откладывать, прям завтра идти уже. Врачи, опытные наши. Она пришла ко мне и говорит, Светлая, давай мы с тобой попробуем. Я ей говорю, ты понимаешь, что это ответственность, я не могу взять на себя такую ответственность, когда у тебя все кричат на операцию. Это серьезный случай, может, иди оперируйся, а потом, чтобы рецидивов не было. Нет, она сказала, я не буду, я буду заниматься собой. Через полгода снят был диагноз. И ее знают, ну, в нашем центре, кто общался, не буду называть, имена, фамилии не называю, но это живые люди, которые с этим справились. То есть вы видите, это примеры людей, которые были намерены столкнуться с той болью, которая глубоко внутри, и проживать ее. Люди не всегда с этим готовы сталкиваются. Им легче умереть, чем выздороветь. У нас люди очень боятся счастья, потому что это легко и приятно. Представьте, когда вам живется легко и приятно, как вокруг могут реагировать, допустим, люди. Не каждый к этому вопрос. Какие у вас впечатления от моих случаев, потому что я рассказала, что мы делаем вместе с людьми? Есть ли у вас какие-то, ну, я не знаю, вопросы, комментарии? Несмотря на всю мою молодость и детскость, я, конечно, насмотрелась очень многих вещей. В свое время я в онкологическом диспансере проходила практику, и я заметила такую вещь, что все женщины с онкологическим заболеванием, это женщины, которые получают удовольствие от того, что они жалуются, от того, что им плохо. Люди, не любящие себя. Это не любящие себя женщины. Женщина, которая не любит себя, имеет риск. Поэтому лучшую конфетку маме, а потом ребенку и папе, чем сначала кормить детей мужей, а потом, что осталось себе. Девочки, это вам. Это вам такой посыл. Покупайте конфеты, купите сначала самую лучшую себе конфетку, слушайте ее спокойно одна, а потом несите все остальное домой. Рыдай, Томочка. Томочка, рыдай на здоровье. Это значит, что-то откликнулось. С мужчинами тоже бывает очень много интересных моментов. Мужчины очень сопротивляются, но когда, я ему говорю, жизнь или смерть, они за два сеанса все уруливают. Если женщины любят так вот раскачиваться, придумывать какие-то истории, мужику, если скажешь, сегодня жизнь и завтра урок, все, он за ночь себе все убирает. Да, про конфеты в точку. На Востоке я очень езжу много на Восток. Мне очень нравится сравнивать отношения к здоровью человека. Я сделала такие удивительные, восхитительные выводы из всех этих поездок, что сейчас я их синтезирую в свой опыт. Если на Востоке, в частности в Саудовской Аране, я знаю такие моменты, если созрела клубничка, первую ягодку отдают маме, потом папе, потом ребенку. У нас, если созрела клубничка, 10 раз эту клубничку поцелуют, вымоют и обязательно детенку в рот засунуть. Сначала себе, потом всем остальным, девочке. Мальчики сначала жене, потом себе. Потому что мама рожала, мама вынашивала, мама не спала. Мама много потеряла, на самом деле, и приобрела, когда рожала, но и потеряла. Если идут мимо дома родители, и там кланяются родителям, родительскому дому, и из каждого заработка 10% приносят родителям всю жизнь дети. У нас наступает пенсия, приходит сын, забирает пенсию, оставляет. Очень часто такие случаи есть, маму ни с чем. Это вследствие того, что мы детям первую клубничку отдавали. Если говорить про Арабские Эмираты, мне очень понравился такой подход. Аптеки и больницы запрещено строить в пределах города. Это должно быть вынесено за город, чтобы человек, идущий по городу, не программировался лишний раз на болезнь. Вы представьте, в магазины, кто был в Эмиратах, заходишь в Дубай, в частности, заходишь в магазин, ни одной полки с колбасами и сосисками, только зелень, специи. Мясо, если хотите, свежая разрубка, только сегодня и сейчас, завтра свежая разрубка. Никаких курей там, копченых, это вообще даже такой мысли нет вообще у людей, что это надо есть. Если мама не принимает. Если мама не принимает, оставляем, пишем записочку «Я тебя люблю» и уходим с Богом, с миром. Тогда она с удовольствием глянет. Вы знаете, очень много насмотрелось, как люди не любят себя, и как они от этого страдают. И в заключении своей радиопередачи, которую вы только что прослушали, хочу вам рассказать, как я у Дарьи Донцовой в каком-то интервью услышала очень интересную историю, которая меня тронула до глубины души. Я ее перескажу, как помню, но я вам ее перескажу. Это касается онкологических заболеваний. Смотрите. Живет какая-нибудь Люся. У нее есть муж, у нее есть дети, свекровь. Она работает где-то в офисе, сидит у пятой батареи, незамеченная коллегами и начальниками. Муж у нее пьет, дети не слушаются, свекровь ее, конечно же, гнобит. Вот она так живет, живет. Ей не хватает внимания, тепла, нежности, ласки и заботы. Она живет. И в итоге психика не выдерживает. Ошибка реальности настолько часто срабатывает, что накапливаясь делает ей онкологическое заболевание. После того, как с ней это происходит, ее сразу же начальник садит на место, где не дует, премию дает на оздоровление, уменьшает рабочий день, старается ее жалеть. Муж перестает пить, потому что страшно, как он будет без жены. Дети начинают слушаться, потому что, наконец, им жалко. Свекровь даже приходит варить суп. Скажите мне, это Люся захочет выздороветь? Эта Люся не захочет выздороветь, потому что она, наконец, за всю жизнь получила то, то, что она ждала в 50 своих лет. Столько внимания она никогда не получала. И если человека не научить и не показать, что такое дать это все себе самой правильно, без чувства вины, она умрет благополучно, счастливой со своей онкологией. Вы меня услышали, ребята? Поэтому многие из них не приходят ни на повторный прием, ни на третий прием, потому что они катастрофически боятся потерять столько внимания к себе. Поэтому, если у вас есть эти вопросы, согласны, согласны. Если у вас есть эти вопросы, приходите к нам, на мои вебинары, приходите, мы будем это раскручивать. Так что я впечатлилась. Задайте... А, подождите, расскажу вам. Наш вебинар сегодняшний уже заканчивается, я впечатлилась так. И каждый день впечатляюсь. Я как насмотрюсь, так вы не представляете, как весело. Следующий вебинар по уже прожевыванию, пережевыванию мы делаем в следующее воскресенье 24-го числа в 4 часа. Да, по-моему, да? Правильно? Можно поставить этот слайд. Этот вебинар будет платный, он за деньги. Не побоюсь этого слова. Почему он за деньги? Я вам скажу немножко, кому это нужно. Сходите на Facebook, найдите меня и прочитайте. Там написано, почему нужно за это брать. 35 долларов, цена вебинара, это два средненьких лекарства. На мой взгляд, это очень доступная цена. За то, что вы получите вот эту концентрацию из практики человека, который работает с людьми. Если вы мне не верите, я вам дам координаты людей, с которыми вы можете созвониться и поговорить. Ну, так ли это? Деньги – это ваше... Подкрепленное намерение, что вы их отработаете. У нас менталитет устроен так, что если я, у меня есть деньги, я куплю что-то и съем это. Бесплатно у нас, вы придете в магазин, не дадут вам бесплатно. Ну, может, раз дадут, больше нет. Если вы мне дадите деньги, вы у меня все возьмете, что я вам дам. Если вы хотите это получить бесплатно, вы пропустите это как бесплатное, не стоящее. Те, кто сегодня на вебинарах, на вебинаре, им скидка... А какая скидка? А что такое в 15%? Это сколько сумма? Это 30 долларов. Те, кто сегодня на вебинаре, скидка 30 долларов. И сегодня, все, кто был на вебинаре, вам будет еще подарок, просто благодарность, что вы захотели услышать правду, да, о ситуации, болезни, здоровье. Леша всем, а куда ты... А, Леша сейчас бросит, наверное, да? А, он бросил уже, ребята. Страница оплаты. А, ладно. Вот эти 30 долларов сегодня действуют и завтра. Два дня. Можно оплатить по этой ссылке, которую бросил Леша. Или связывайтесь с Лешей, это наш технический помощник, одновременно по совместительству директора проекта, с которым вы договоритесь, как вы эти 30 долларов переведете. Все, кто сегодня присутствовал, вы можете в подарок получить диск «Твой личный психолог». Леша вам сбросит сейчас ссылочку, откройте ее и скачайте. Это моя авторская разработка по разным проблемам жизни. Будете прослушивать, будете использовать. Те, кто пойдет на платный вебинар, мы дарим на выбор любой диск из всего, что у нас есть. Вы на сайте посмотрите, что вам нужно, и мы вам дарим любой диск, который вы выберете, аудиопомощь, любую, которую вы найдете у нас на сайте. Я считаю, что это тоже такой очень хороший вариант. В итоге, если брать с этой экономией, то вам этот вебинар на 20 долларов и выйдет, если с подарком. Поэтому я вас специально заинтересовываю, потому что когда есть ясность и четкость в своем вопросе, тогда вы можете с ним разобраться. Все эти всякие философские и великие истины без точечного воздействия тяжело очень понять. Про великую любовь, по присутствию здесь и сейчас, нужно взять свою козявку, прожевать ее, сглотнуть, потом ее отпустить в одном месте, спустить и жить спокойно дальше. Что вам еще пообещать? Ну, пообещаю еще, что вы можете поддержку всегда мою получить в личке, написать мне, кто придет на вебинар. Месяц бесплатного сопровождения. Как у вас будет прорабатываться, что вы будете с этим делать, какие будут эти результаты. Мы с вами списываемся, все разжевываем. Да мы поняли уже, Руслан Павлович. Кто пойдет на вебинар по здоровью платный, кто оплатит и придет, пожалуйста, напишите мне в личку, с какой болячкой вы хотите справиться. И вот эти вопросы, которые сегодня я вам дала, напишите мне ответы на эти вопросы, я сразу разберусь, в чем у вас там причина. Все, кто пойдет, напишите. Да уж, я ангел. Сегодня, сегодня я ангел. А когда надо, я могу, да, вот так сделать. Теперь, что будет на том вебинаре? Там будет много всего. Там будет три способа выявления именно вашей какашки, чтобы мы не ошиблись, что это действительно ваша какашка. Три плана исцеления. То есть выберите свой, который вам больше всего надо. Там будет аж три. Ну и, конечно, много таких вещей, которых вы не предполагали, что за это можно цепляться и дальше двигаться вперед или идти просто. Ну, кажется, я уже все нарассказывала, да? Да? Все сказала. Если у вас есть вопросы или уточнения какие-то, то, пожалуйста, напишите. Ссылка на оплату была выше, ссылка на подарок была чуть-чуть ниже. Обратите внимание, кому какие ссылочки нужны, нажимайте. Я вам буду давать такую практику на оплатном вебинаре, которая на приеме психолога стоит в несколько раз выше. Поверьте мне. А 30 долларов за то, чтобы увидеть вещи, которые дают вживую за совсем другие деньги, это, на мой взгляд, неплохая возможность все-таки сунутся туда. Нет, я это не понимаю. Леша, я что-то хотела сказать, но он потом скажет. Сейчас не буду. Нет, все это скажет. Если у вас есть вопросы, задайте прямо сейчас или уточните. Да, спасибо. Я, конечно, не ангел, но мне просто интересна жизнь. Я хочу разобраться хоть чуть-чуть, что в ней происходит. Я не знаю, что это такое, но я хочу хоть чуть-чуть поковыряться, потому что мне хочется увидеть жизнь вообще с таких сторон. Я вот рассказывала, ребята, у меня были клинические смерти в свое время, и я поэтому знаю, о чем я имею. У вас нет вопросов, вам все понятно. Тогда скажите мне, тогда скажите мне, ну вы что, ну что, спасибо, спасибо. Если вам хочется прокомментировать нашу с вами встречу, скажите мне, что вам дала сегодняшняя встреча, обратную связь, чтобы я понимала, прошло для вас время зря или не прошло. Ну, там будет связь, это не хорошо. Все, спасибо. Прокомментировали, все, спасибо. Прошло с пользой. Те, кто нашел у себя вот это, как мы с аллергией разбирали убеждение, веру вот этого, какое-то неправильное противоречие. Возьмите предыдущий вебинар работы с убеждениями, у кого есть, и проработайте вот эту штучку просто с листиками. Помните, как мы ходили? Это бесплатный вебинар, он в интернете есть, мой вебинар. Вы можете его найти, и уже, если не можете идти на платный, проработайте хотя бы по той методике, как я давала на убеждение. Ну, это немножко не то, но походит. Борник, спасибо тебе большое. Поверьте мне, без стороннего взгляда именно на вас очень сложно справиться. Есть люди, которые справляются, они молодцы, но в основном это напоминает копошение в самой себе в одном и том же месте. Когда ко мне приходит человек со стороны, он так убежден, что он все знает про себя. Когда я ему просто говорю, вот даже не спрашивая, что я вижу, люди не понимают, как такое может быть, у них даже это не сходится в голове. А потом, когда я показываю через методики, что это есть, люди ужасаются, что как они этого не видели. Очень сложно себя увидеть. Нелечка, тебе спасибо, Валечке спасибо. Любимая Велочка, спасибо. Поэтому обращайтесь всегда, куда-то обращайтесь. Но все эти хорошие специалисты, которые работают, которые не говорят, а которые делают уже дневно. Будет запись. Спасибо, Зульфия, дорогая, да? Лена Волкова. Спасибо. Лена, зарядку делаешь, которую мы там делали, омолаживающую? Ну, посмотрите на меня в итоге, что я плохо выгляжу, у меня же можно послушать. Благодарю ее, написала Лена. Валя. Карина, спасибо тебе. Нужное. Спасибо. Как всегда, спасибо Руслану. Спасибо, спасибо. Все наши участники, которые всегда ходят, тоже связывайтесь, если что, с Лешей, и готовьте свои козельки, и будем разбирать. Правильно, платьишко, Лена Волкова. Вот это платьишко. Сижу тут тепленько. Спасибо. Спасибо, Баба. Ну что, тогда я с вами прощаюсь. Теми, кто с нами идет жить по-настоящему дальше, в следующее воскресенье, в 4 часа встречаемся. Готовьтесь к ветру перемен. Хватит мучиться, давайте жить. Продолжение следует...